МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недвижимость, выход из кризиса. Продолжается регистрация на специализированную конференцию РБК. Росгострахбанк начинает выплаты клиентам Центркомбанка, у которого мегарегулятор в сентябре отозвал лицензию. Об этом сообщается на сайте агентства по страхованию вкладов. В Башкирии за выплатами могут обратиться около 6200 вкладчиков за суммой более чем в 3 миллиарда рублей. Всего их около 10,5 тысяч. Сумма общего страхового возмещения им оценивается в 7 миллиардов. Выплаты продлятся до 10 октября 2017 года. Они будут производиться в 31-м подразделении банка в Москве и Уфе. Напомню, лицензия у кредитной организации была отозрана из-за проведения высокорискованной кредитной политики и размещения денег в низкокачественных активах. Также банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а руководство и собственники не предприняли достаточных мер по нормализации его работы. 28 тысяч исков по оплате долгов за электроэнергию перед энергосбытовой компанией Башкортостана поступило судебным приставом с начала этого года. Общая сумма – почти 1 миллиард рублей. Судебные приставы и энергетики планируют проводить совместные рейды по неплательщикам с целью более эффективного сбора денег сообщили в СКБ. Отмечу, что дебиторская задолженность перед энергосбытовой компанией на сентябрь 2016 года составляет 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Из них управляющие компании и товарищества собственников жилья должны более 657 миллионов рублей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 554 миллиона. Роста цен на недвижимость в Уфе в ближайшее время не ожидается. Так же, как и серьезных изменений уровня спроса, так считают эксперты. После почти 15-процентного падения цен в конце прошлого года, 2016-й в этом плане менее динамичный – снижение в интервале от 3 до 4%. В сложных экономических условиях рынок недвижимости в целом остается активным. В отличие от кризиса 2008 года, когда количество сделок резко сократилось, в нынешней ситуации этого не происходит. Аналитики объясняют это тем, что снижение цен на квартиры позволило сделать жилье более доступным, прежде всего для ипотечных заемщиков. Большую поддержку спросу оказывают меры господдержки ипотечного кредитования на федеральном уровне. Аналогичную программу сейчас разрабатывают и региональные власти. На данный момент средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Уфе, по данным участников рынка, 59 тысяч рублей. Интересно, что цена первичного жилья практически такая же. Продолжение этого тренда однозначно сейчас будет. Те, кто говорит о повышении цен на вторичном рынке, всего лишь пытаются активизировать спрос. Потому что есть второе предубеждение, что когда цена начинает подниматься, спрос начинает активизироваться, и люди бегут покупать квартиры, и все становится хорошо. Сейчас это тоже неверно, потому что на более дорогую цену у людей просто недостаточно финансовых возможностей. Поэтому если вдруг сейчас рынок, предположим, гипотетически, на вторичке начинает расти, сделки на нем, скорее всего, уменьшатся. Причины и следствия изменений на рынке недвижимости, как он будет меняться в будущем? Эти и другие вопросы обсудят 3 ноября на конференции РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». Участниками и спикерами станут ведущие специалисты сферы недвижимости из Федерального центра регионов России и Республики. Крупное событие пройдет в отеле «Шаратон Уфа». Заявку на участие можно подать на сайте confdefisufa.ru. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на понедельник. Американская валюта по отношению к российской оценивается в 62 рубля 30 копеек, европейская в 69 рублей 23 копейки. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в «Уралкапиталбанке» за 62 рубля 29 копеек, продажа в «Банке Финам» за 62,57. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в «Банке Финам» за 69,45, по продаже в «Банке Югра» и «Экспобанке» за 69 рублей 90 копеек. Мэрия Уфы привлечет кредиты на 640 миллионов рублей в трех банках для погашения дефицита городского бюджета. Деньги привлекаются на срок от 36 месяцев до 5 лет по ставке не выше 15% годовых. Три кредитных линии по 100 миллионов рублей каждая откроют в «Совкомбанке». Три кредита – два по 70 миллионов рублей и один в 100 миллионов предоставит Западно-Сибирский коммерческий банк. Еще одну линию в 100 миллионов откроет «Социнвестбанк», сообщает издание «Коммерсант». Бюджет Уфы на 2016 год сверстан с дефицитом в 800 миллионов рублей. Отмечу, что всего с начала года мэрия привлекла 1,2 млрд кредитных средств. И о новостях пока все. Увидимся через час.